Я вызвала скорую. Они сейчас будут. Как она? Все так же. Не понимаю, что с ней в последнее время происходит. Так это не первый случай? Чтобы до такого? Нет. В последнее время с ней что-то странное твориться начало. На репетиции опаздывает, да еще и приходит уставшая. На выступлениях она совсем никакая. Один раз даже несколько зрителей ушло. О мой бог моды! Да что же с ней? Тут на днях услышала, что начальство хочет разорвать с ней контракт, так как она больше не в выгодном положении для нашего цирка. Вот это поворот! Тише ты! Ты расскажешь ей? Посмотрим. Сэм, ты дома? Ну давай, ответь же. Сэм. Сэм. Простите девушки, я на секунду. Привет, любимый. А я думал, ты вычеркнула мой телефон. Привет, Тео. Я хотела у тебя спросить. Уделишь минутку? Минутку? Ну, может, уделю. Что случилось? Мне нужен номер Натали. Так и знал, что все бывшие заодно. И не надо мне сейчас говорить ничего на эту тему. Знаю я вашу логику. Вы расстались? Давно? Уже как месяц. Время теперь так быстро идёт, не поверишь. Просто не надо вечно ходить по магазинам, а вечер можно провести и без клубов с выпивкой. Я, значит, семью с ней хотел построить, а она мне нож в спину. В смысле нож в спину? Да она к этому. Как его... К Сэму вернуться хочет. Вау. Даже не знаю, как на это реагировать. Но в любом случае, спасибо, что уделил мне время. Звони, если что. Мы ведь не враги с тобой. Не обещаю, но если что, буду иметь в виду. Продолжаем, девушки. Нет, вы не понимаете. Мы не можем поставить вам диагноз без дополнительного обследования. Как я могу понять, что с вами? На глаз? Я могу вас в больницу определить, там вас осмотрят. Но не могу я сказать вам диагноз сейчас. Я хочу знать, что со мной, доктор. Вы же осмотрели меня сейчас? Пульс проверили? Хоть что-то я могу услышать? Опасно это или нет? Пульс стабильный, температуры нет. Может и была, но спала. Свет лица у вас нормальный. Я думал, вы мне сами расскажете. С чего это все началось? Может вы какие-то таблетки принимали? Наркотики? Она не наркоманка. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть. Но поймите, что сейчас все мои выводы будут абсолютно бессмысленны. Тут просто необходимо обследование. Хлоя, как ты? Ну скажи же, что беременна. Доктор, она ведь беременна. Посмотрите на нее. Все признаки налицо. С чего ты это взяла? Я не беременна и не собираюсь. А я ведь говорила, что это бред. Нет, Хлоя, ты не подумай. Просто я знаю, что сейчас у тебя карьера на первом месте. Так что надо давать деньги. Ты проспорила? Блин. Нормально. Подруги называются. Нашли на что спорить. Не обижайся, мы же любя. Ага. В общем, на днях будет обследование. Поэтому ей необходимо несколько дней полежать в больнице. Она у вас девушка с характером. Вы уж повлияете на нее. Попробую. Вот, держите мой номер. Будем на связи. О, типа свиданка, да? Свиданка? Ну, когда девушка и парень обмениваются номерочками, а потом... Говорят о здоровье подруги. Да, именно так. Тогда, может, устроим в свиданку? Скажем, в семь? Ну, я подумаю. Тогда до свидания. Буду ждать звонка. И поговорите с Хлоей, это важно. Так, так, так. Краймуха услышала что-то про свидание. Даже ни слова. Во-первых, он не знает, что такое свиданка. Во-вторых, он еще хуже, чем Тел. И к тому же у него пахнет азарта. Так что... Девочки! Выкинь ты этот телефон, раз он тебе не нужен. Да я оставлю его для коллекции. Но все же вы мило смотрелись. Ему костюма не хватает, а тебе свадебного букета. Да иди ты на... Трехзвездочный отель? У вас все в порядке с мозгами? Это же Джонни Депп. Больше не звоните сюда. Так. Колин. 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 Алло. Здравствуй, Колин. Это Лилин. Помните меня? Ах да. Что-то вспоминается. Я по поводу нашего нового проекта. Мы с вами говорили о нем на студии. Вы обещали найти актеров на главной роли. Да-да-да. Помню. Слушайте, я долго возился. Не мог найти подходящих, но вроде нашел. Значит, парень. Ник Трэмптон. Красавчик. Спортивный. Играл в кино, в массовках. Имеет опыт на сцене. В общем, то, что надо. И девушка. Рина Ривера. Актриса с небольшим опытом на съемках. Идеально подходит для роли. Только у нее характер сервозный. Что выводит многих режиссеров. Думаете, они справятся? Без разницы. Меня сейчас не это волнует. Но все же спасибо за помощь. Я так рада, что ты приехал. Я тебя, наверное, достала. Сегодня весь день занимался моим портретом. Теперь еще и вечер вместе проводим. Я, правда, планировал машину провести. Но если у тебя что-то серьезное... Не хочу просто задерживаться. Она все-таки волнуется. Так что я ненадолго. Тогда сразу к делу. Натали развелась с Тэмой и хочет вернуть Сэма. А мне такого сюрприза сейчас точно не нужно. Ты хочешь, чтобы я с ней поговорил об этом? Переубеди ее. Ты же умеешь. Она тебя послушает и оставит эту затею. Пожалуйста. Я его очень люблю. И не хочу вот так просто терять. Постараюсь. Но не обещаю. Просто я знаю Натали. Ее характер. Трудно будет. Но я все же попробую. Девочки, у меня есть тост. У тебя всегда есть тост, Натали. Даже за тост. Остроумно. В общем, раз Хлоя уже лучше, а мое свидание не удалось, предлагаю сходить в клуб. Не думаю, что это хорошая идея. Я имею в виду, что Хлоя пойдет с нами. Пусть отлежится, приведет тебя в порядок. Ты права, Мона. Сегодня я не в состоянии. Идите без меня, девочки. Как знаешь. Пошли, Мон. Взорвем этот город. Особенно на бары. Ух, я оторвусь сегодня. Ты же не против, что я с тобой пойду? Ты ведь на Хлою рассчитывала. Да мне как бы все равно, с кем пить и с кем спать. Ну, то есть танцевать. Я имела в виду танцевать. Да-да. Не переживайте за меня. Я позвоню, если станет плохо. Повеселитесь там. Давай, отдыхай. Потом обязательно я тебя вытащу. Напоёвить, раз не беременна. Договорились. Почему ты не рассказала об увольнении? Не нужно ее сейчас травмировать. И так настрадалась бедняжка. Я думаю, она скоро сама все узнает. Это моя любимая песня. Приглашаем. Знаешь, мне пора. Еще куча дел долгого. Что, боишься, что наступишь на ногу? Я научу. Ты думаешь, я не умею? Дамочка, это мое второе хобби. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!